Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» подготовили для вас последние новости нашего региона в этом выпуске. «Единая Россия» завоевала большинство голосов на прошедших выборах депутатов в Государственной Думе 7-го созыва. В Рязани подвели итоги голосования. В лучших традициях ВДВ первокурсники Воздушно-десантного училища приняли присягу. Закрытие сезона фестивалей на почтовый и мотосезон в Рязани. Цветут каштаны о том, как и почему этой осенью в Рязани зацвели деревья. Выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации состоялись. Подсчет голосов продолжается до сих пор. Явка на выборах составила в районе 50%. По итогам обработанных бюллетеней лидирует партия «Единая Россия». Следом идет КПРФ, затем ЛДПР. Замыкает четверку лидеров «Справедливая Россия». О том, как прошли выборы депутатов в нашем регионе, в следующем материале. Предварительные итоги вчерашнего голосования уже подводят во всей стране. В Рязанской области прошли выборы не только депутатов Госдумы. На дополнительном 16-м участке выбирали депутатов в областную думу. По результатам голосования прошел Евгений Баранкин. Явка в Рязанской области составила 43,22%, что стало результатом открытости, гласности и активного взаимодействия Центральной избирательной комиссии со СМИ. Я хочу сказать, что явка на территории Рязанской области хорошая. В оттенче, в общем-то, которые поговорили, что явки не будет. Явка состоялась, достаточно серьезная легитимность имеет место, более 40%. Она позволяет утверждать, что выборы людьми сделаны, и мы должны согласиться. Выборы 2016 прошли с нововведениями. Если пять лет назад, в 2011 году, голосование проходило по пропорциональной системе, то в этом по мажетарной. Кроме того, появились поправки в законодательстве. Коснулись они института наблюдателей. В этом году наблюдатели обязали зарегистрироваться за три дня до дня выборов. То же самое предписали сделать аккредитованным журналистам. Кроме прочего, объявили мораторий и ввели статью в Кодекс об административных правонарушениях о недопустимости вмешательства в деятельность Центральной избирательной комиссии. Но применять санкции и удалять кого-либо из избирательных участков правоохранительным органам не пришлось. В целом, жалобы и обращения, которые привели бы к нарушению деятельности избирательных участков в течение дня голосования, не поступало, как не было прямых нарушений и в ходе предвыборной кампании. Если мы понимали, что кто-то из партии готовит какой-то дискредитирующий материал недостоверный, хотя у нас нет таких полномочий отделять достоверность и недостоверность в виде ценных материалов, но тем не менее, мы приглашали, мы разговаривали, мы просили, мы разъясняли, потому что наша основная функция – это провести кампанию в соответствии с данным законам, чтобы нам, правда, нам простых избирательных не далась грязь и как-то соблюсти меры в личи, чтобы у всех партии кандидатов человеческое колесо все-таки сохранилось. Прокомментировал выборы 2016 депутат Госдумы Андрей Макаров. Президент вчера сказал, мне кажется, ключевую фразу. Он сказал, что люди понимают, что за пустыми обещаниями ничего не стоит. Люди устали от пустых обещаний. А для нас, мне кажется, самое главное – это то, что такой результат на выборах – это не повод пчевать на лаврах. Это огромная ответственность. Ответственность перед людьми, которые нам поверили. Поверили, что мы сможем сделать их жизнь лучше. Губернатор области Олег Ковалев поблагодарил избирком за организацию проведения выборов, а правоохранительные органы – за обеспечение законности и порядка. Кроме того, губернатор поблагодарил жителей области за гражданскую ответственность и активность. Результаты забрасывали друг друга жалобами, жалобы эти рассматривались и так далее. Но нет ни одной жалобы, которая бы показала, что на выборы было оказано какое-то влияние на результат. Единственный человек, который определяет итоги выборов и судьбу выборов – это избиратель. Итоги, которые сегодня подвели в избиркоме, предварительные. Но общая картина уже ясна. С сильным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая более 50% голосов. На втором месте ЛДПР с 15%. На третьем месте – 14% голосов за КПРФ. Следом идет «Справедливая Россия», едва пересекшая рубеж в 5%. Остальные партии до 5% барьера не добрались. В военном гарнизоне Рязанской области пополнение. В эти выходные новоиспеченные курсанты Воздушно-десантного училища приняли присягу. Всего более 500 человек решили связать свою жизнь со службой в десантных войсках. Принятие присяги носило не только официальный характер. В этот день военные по традиции порадовали собравшихся на мероприятии гостей своими выступлениями, продемонстрировав технику рукопашного боя и исполнив строевые песни. Казалось бы, вступительные испытания и связанные с этим переживанием остались позади. Однако 17 сентября для курсантов первого курса высшего командного Воздушно-десантного училища стало очень ответственным и непростым днем. Днем, когда им предстояло пройти волнующий, но приятный воинский ритуал принятия присяги. Для гражданских лиц это всего лишь формальное действие. А вот для тех, кто стоит в строю, это действительно священно. По-моему, самое долгожданное мероприятие, которое для каждого военнослужащего считается святым, так как вы просвещаете своему отечеству на верность. То есть вы становитесь полным военнослужащим Российской Федерации. Об учебе здесь Олег Дьяконов мечтал с детства, и вот сегодня он оказался в числе тех, кто все-таки поступил. Средний конкурс училища в этом году составил более 11 человек на место. Всего же поступило 759, в их числе 15 девушек и двое сыновей офицеров ВДВ Героев России. Поздравить курсантов со столь значимым в их жизни событием приехал и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Вы сегодня дадите клятву верно служить Отечеству, защищать безопасность нашей Родины, достойно выполнять поставленные задачи. Единственное в мире Рязанское училище ВДВ, курсантами которого вы стали, гордость и бренд нашего региона. Одно из самых престижных учебных заведений страны, которое готовит элиту российской армии. Вы получили шанс стать ее частью. На торжественной церемонии принятия присяги присутствовал и заместитель командующего ВДВ Александр Вязников, который отметил, что на сегодняшний день воздушно-десантное училище является первым не только в подготовке десантников, но и офицеров общевойсковых подразделений вооруженных сил. Сюда в последнее время государством нашим вложены очень большие средства. Уведены лучшие объекты, которые могут существовать в учебно-материальной базе. Помимо улучшения материально-технической базы открываются и новые направления подготовки. Так в этом году впервые было набрано два взвода военной автоинспекции. Основной особенностью обучения этих курсантов станет то, что они получат навыки, умения и знания в области административной практики по обеспечению безопасности дорожного движения, научатся основам регистрации транспортных средств вооруженных сил, проведению технического осмотра с использованием современных средств технического диагностирования. В будущем в Рязани планируется построить современный автодром, на котором курсанты смогли бы проходить контраварийную подготовку, получать навыки экстремального вождения, управления транспортными средствами, оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами. Но это в будущем. А пока первокурсники только готовятся к прохождению военной службы. По завершению торжественной церемонии принятия присяги курсанты смогли пообщаться со своими родными, после чего перед всеми присутствующими выступил военный оркестр и рота почетного караула. Ну а первокурсники продемонстрировали мастерство в освоении азов рукопашного боя. Занятия рукопашным боем заставляют военнослужащих быстро ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, быстро принимать правильные решения. Молодые курсанты обучались этим приемам всего лишь месяц, так что можно представить, каких высот в освоении военного дела они достигнут за годы учебы. С завершением лета закончились и ставшие уже традиционными фестивальные вечера на улице Почтовой. В прошедшие выходные участники этого мероприятия попрощались с горожанами до следующего сезона. Можно смело говорить о том, что рязанцам приходится по нраву летние встречи на Почтовой. Сюда они приходят с семьями, слушают музыку, принимают участие в конкурсах, учатся танцем. Полезна эта площадка и для тех, кто хочет развиваться в творчестве, продвигать свое направление деятельности. В общем, досуг для граждан нашего города довольно разнообразный. Отчет по прошедшему сезону смотрите в следующем материале. В течение всего лета Рязанский Арбат стал центром притяжения для любителей отдыха и развлечений. Каждую пятницу здесь проходили тематические праздники. Вплоть до сентября горожане отмечали на Почтовой. День предпринимательства, День города, фестивали дружбы, молодежи, мороженого. Всего 19 праздников. Вместе с творческими коллективами города и области горожане водили хороводы, вспоминали русские народные песни и танцы народов мира. Юные горожане могли вдоволь прессовать на асфальте и поучаствовать в веселых викторинах от библиотек города, поколдовать над росписью по воде или парафиновыми свечами, а также попробовать свои силы в спортивных развлечениях. Поэтому это же здорово, когда есть такой заряд, даже соревновательный дух, сделать лучше, сделать интереснее, сделать что-то такое необычное. И вот этот поиск нового – это и есть главное достижение нашего проекта. Каждую пятницу на старейшей пешеходной улице Рязани, ставшей главной фестивальной, в центре города, на протяжении четырех месяцев разворачивалось яркое действие. Выступления творческих коллективов, выставки продажи народных промыслов, сувенирные продукции, ручной работы, произведения рязанских художников и фотохудожников, презентации проектов. В следующем году мы бы хотели сделать акцент не только на все, на то, что был сделан акцент в этом году, но еще сделать какие-то арт-объекты. Мы ездим в другие города и смотрим, что там предлагает ивент-структура и все, что связано с праздничными агентствами. Видим очень много интересных тем, которые в Рязани не реализованы, но будут реализовываться. Фестивальное лето вызвало подлинный интерес у рязанцев. На встречи на Почтовой приглашались не только жители Рязани и области, а также гости из Луховиц, Коломны и других подмосковных городов. В целое мероприятие фестиваля посетили около 40 тысяч рязанцев и гостей города. С наступлением осени состоялось еще одно закрытие сезона. На этот раз мотоциклисты региона устроили праздник для себя и своих друзей. Двухколесные участники движения, конечно, пока еще не уходят с дороги, но официально они объявили о завершении мотосезона 2016. Праздник прошел на ура с выставкой мотоциклов, выступлениями рок-групп и прочими атрибутами байкеров. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. В минувшую субботу рязанцы смогли стать свидетелями довольно необычного зрелища. Согласитесь, увидеть в одном месте сразу несколько десятков байкеров на самых разнообразных мотоциклах можно далеко не каждый день. Пожалуй, таких дней в году всего два. Открытие мотосезона и его закрытие. Как вы уже догадались, в эти выходные рязанские байкеры Союза мотоциклистов Рязани решили широко отметить официальное окончание сезона. В основном сегодня собрались почти все мотоциклисты Рязани, чтобы закрыть мотосезон. Это не означает, что после этого мероприятия все перестанут кататься на мотоциклах. Просто это такое знаковое событие, после которого многие из наших соратников поставят своего коня на зимнее хранение. В программе были предусмотрены и конкурсы, и соревнования, и показ мототрюков, но не все из запланированного удалось провести. Подвела погода, которая напомнила о наступлении осени дождем. И тем не менее, в положенное время байкеры красивой колонны отправились за город. Там их ожидал рок-концерт и продолжение празднования, пусть и не очень веселого, но довольно значимого для всех мотоциклистов события. Осень принесла рязанцам настоящий подарок. В сентябре некоторые городские каштаны повторно зацвели. В этом году деревья сильно пострадали от нашествия минирующей моли. Это насекомое уничтожило крону деревьев и заставило покрыться листья растений, как будто ржавчиной. Что стало причиной осеннего цветения, заболевания или аномально жаркое лето, неизвестно. Поскольку на улице еще тепло и у каштанов остался запас влаги, они тратят ее на цветение. Второе цветение неблагоприятно действует на любые виды деревьев. Вместо того, чтобы готовиться к зиме, они тратят силы на цвет. Как показывает практика, на следующий год после повторного цветения каштаны могут начать усыхать. А те растения, которые не успеют в этом году закончить свой рост до наступления холодов, рискуют погибнуть. Некоторые ученые уверяют, никакого вреда это растениям не наносит. Любопытно, что зацвели именно те деревья, которые сильно пострадали от летней жары или болезней. Выбрасывая вместе с созревшими плодами и новые цветки, при благоприятной погоде деревья компенсируют свое угнетенное летнее состояние. А вот если верить народным приметам, цветущие осенью каштаны пророчат долгую, теплую и сухую осень. На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова